Девушка услышала какой-то тихий писк. Осмотревшись, она заметила в чужом дворе котёнка, который из последних сил держался за ветку лапами и просил о помощи. Марина, несмотря на то, что была на последнем месяце беременности, решила помочь малышу. На земле прямо под деревом скалилась большая бездомная собака. Она то подскакивала, пытаясь ухватить малыша за хвост, то снова замирала в ожидании. Лапки котёнка дрожали, вот-вот он должен был свалиться прямо в пасть разъярённого пса. Марина была в ужасе от этой картины и сразу бросилась к дереву. Она прикрикнула на собаку, а чего-то отбежала в сторону. Девушка подхватила котёнка и отошла подальше. «Ну и зачем ты мешаешь?» — сказал совсем рядом старческий голос. Марина удивлённо обернулась. Прямо за её спиной с балкона за происходящим наблюдал пожилой мужчина. «Кому мешаю?» — не поняла девушка. Лютику, нашему псу, кивнул пенсионер на разозлённую собаку. Он чуть не сажал котёнка. Возмутилась Марина. «Он их не жрёт, а душит, чтоб не плодились тут», — пояснил мужчина. «Естественный отбор. Для этого Лютика и держим. А то, видишь, подкидывают постоянно, как будто тут приют. Ты его кинь на землю и отойди». Лютик быстро всё сделает. Девушка в ужасе прижала котёнка к себе, обняв малыша. «Я его заберу с собой», — решительно заявила девушка. Пенсионер презрительно фиркнул и захлопнул окно. Котёнок дрожал в ладонях девушки и испуганно озирался по сторонам. Марина до конца осознала свой поступок только через несколько минут. Она спасла котёнка, это хорошо, но подвергла риску своего ещё не родившегося ребёнка. А вдруг пёс напал бы на неё или укусил за живот? Что тогда? Девушку начала колотить. Она присела на лавочку и глубоко вдохнула. «Я тоже боялась». Когда несла веснушку домой, призналась девочка, сидящая рядом. Марина недоумённо посмотрела на неё. Ребёнок ткнул пальчиком в животное и пояснил. «Я нашла котёнка на улице и забрала домой, как вы». Было очень страшно. А вдруг мама выгонит? Но она разрешила. «Теперь мы с веснушкой лучшие друзья. Вы знаете, что кошки приносят счастье в дом и берегут своих хозяев. Моя веснушка меня защищает». Девочка соскочила с лавочки и побежала на игровую площадку. Так Кузя оказался в семье. Первые часы были не самыми приятными в жизни Пушистика. Марина тщательно искупала его с шампунем от блох, ещё и затолкала таблетку от глистов. Но после этого котёнка оставили в покое, и он смог оценить все прелести тёплого дома. «Это что ещё такое?» Удивлённо спросил муж, когда вернулся с работы. Котёнок не менее удивлённо смотрел на человека. Он как раз вскарабкался на любимое кресло хозяина и решил, что это лучшее место для отдыха. Мужчине такой расклад почему-то не понравился. Он тяжело вдохнул. «Любимая, мы же договаривались, что не будем заводить домашних животных, пока ребёнок не вырастет». Устало проговорил муж. «Сын даже не родился, а ты уже притащила кота. Где ты его взяла? Ты хоть понимаешь, как это опасно? Если брать животное, то только пародистое из питомника со всеми документами и медицинской картой. А этого нужно убрать как можно быстрее. Надеюсь, ты ничего не успела поцепить и передать ребёнку. Любимая, что с тобой?» Гормоны снова дали о себе знать. Вместо того, чтобы вести аргументированный диалог, Марина разрыдалась. Она плакала взахлёб, сама не понимая, почему её так накрывает. Муж испугался истерики. Он успокаивал девушку, обещал исполнить любое желание, лишь бы она снова улыбнулась. В итоге Кузя остался у них жить. Первое время было весело. У малыша было много энергии, которую нужно было куда-то тратить. Он вихрем летал по квартире, с удовольствием гонялся за шнурком или мячиком, катался на шторах и упорно забирался спать на кресло хозяина. Котёнок быстро полюбился супругом, особенно после того, как умудрился поймать мышь. Однажды ночью, когда Кузя наконец набегался и улёгся отдохнуть, Марина застонала от боли. Тут же во всех комнатах загорелся свет. Муж суетился и бегал по квартире. Люди собрали сумки и исчезли на долгих полтора дня. Котёнок сначала не придал этому значения, но кататься на шторах без свидетелей было скучно. И даже после разбитой вазы никто не прибежал ругаться. Кузя откровенно скучал, а потом с удивлением обнаружил, что запас корма в миске не пополняется. Котёнок доел всё, что там лежало. Самостоятельные поиски пищи результата не дали. Животное мяукало, выглядывало в окна, но хозяев не было. А потом дверь открылась. Забежал взволнованный мужчина. Кузя бросился ему в ноги с жалобным криком. «Ох, живой!» Облегчённо выдохнул хозяин. Совсем оголодал бедный. «Идём скорее на кухню, я тебе корм принёс». Человек насыпал еды, поменял воду и горшок. Пока котёнок жадно ел, мужчина рассказывал о том, какой чудесный сын у них родился. Обещал скорое знакомство. Кузя не понял ни слова из сказанного. Поэтому, когда на следующий день на пороге появилась уставшая Марина со свёртком в руках, котёнок вытаращился на них и попятился. Первые дни Кузя боялся подходить к новорожденному. Тот размахивал руками и кричал, либо спал. Марина оберегала сон сына и не подпускала к нему никого. Котёнок отсиживался на кухне, часто за компанию с хозяином, который понятия не имел, что делать с миниатюрным человечком. Через несколько недель Марина немного успокоилась, начала снова обращать внимание на окружающих и играть с Кузей. Девушка больше не ограничивала его передвижение по квартире, но к детской кроватке не подпускала. Котёнок привык смотреть на малыша со стороны. Ночью, пока все спали, Кузя подкрадывался к кроватке. Он запрыгивал на матрас и тщательно обнюхивал ребёнка. Пахло вкусно, молоко или какая-то сладость. Один раз котёнок не удержался и облезал пальчики на ноге мальчика. На вкус он оказался не таким интересным, как на запах. Ребёнок от щекотки дёрнул ногой и больно попал прямо по носу Кузе. Кот быстро спрыгнул на пол. Он обиженно посмотрел в сторону кроватки, помыл лапку и решил, что больше никогда не полезет к опасному существу. Несколько месяцев прошли без происшествий. Ребёнок обитал на руках у Марины или в кроватке. Кот свободно разгуливал по квартире. А потом резко всё поменялось. Мальчика начали высаживать на высокий стул, который появился на кухне. Кузя старался близко не подходить, но когда овощные блюда сменились мясными, кот заинтересовался. Теперь он не вылезал из-под стула ребёнка и тщательно отслеживал каждое движение маленьких ручек. Молочные каши и мясные кусочки разлетались по всему полу к полному восторгу Кузи. Привычка настойчиво следить за мальчиком ввелась в подсознание настолько прочно, что стоило ребёнку направиться в сторону кухни, как кот был уже там. Однажды это чуть не сыграло злую шутку с животным. Марина поставила в духовку запеканку, а сама пошла развешивать бельё на балконе. Сын ползал по комнате под присмотром папы. Когда мужчине позвонили с работы, он ненадолго отвлёкся. Завершив разговор, отец оглянулся в поисках сына, но того нигде не было. Перепуганный мужчина выбежал из комнаты и заметил ребёнка на кухне. Мальчик активно вставал на ножки, держась за опору. На кухне были очень удобные ручки ящиков, по которым, как по лестнице, можно было переставлять ладошки. Ребёнок как раз выпрямился около кухонной поверхности и маленькими шажками продвигался в сторону печки. До мужчины не сразу дошло, что жена что-то запекает. Как в замедленной съёмке он наблюдал действия сына. Вот малыш заносит ладошку над раскалённой поверхностью и подносит близко, чтобы опереться. Отец даже дёрнуться не успел, чтобы уберечь ребёнка от ожога. Кузя возник из ниоткуда. Кот поднялся на задние лапы и ударил по ручке малыша. Тот убрал ладонь. Обиженно посмотрел на кота и снова потянулся к горячей духовке. Кузя повторил свой финт, отбивая руку. Мужчина быстро включил камеру на телефоне. Он снял кусочек, как кот защищает мальчика от ожога, а потом поспешно убрал ребёнка с кухни. Когда Марина вернулась с балкона, муж без пояснений показал ей ролик. Однако девушка увидела совершенно другое. Марина прикрыла рот рукой, наблюдая за событиями на экране. Ты был прав с самого начала. Не нужно было оставлять котёнка в доме. Теперь он нападает на ребёнка. Нужно срочно кому-то отдать Кузю. Не хватало, чтобы он покалечил нашего сына. Мужчина рассказал, что произошло на самом деле, но девушка не поверила ему. Она решила не спускать с животного глаз и избавиться от него при первой же возможности. На следующий день Марина снова готовила на кухне. Она нечаянно разлила воду на пол. Девушка отвернулась, чтобы взять тряпку. А когда повернулась обратно, мальчик уже был возле лужи. Ребёнок мог поскользнуться на воде, но Кузя снова бросился на перерез до того, как произошло несчастье. Кот толкнул малыша, вынуждая его сесть на попу. В этот раз Марина всё видела собственными глазами. Кот действительно не нападал, а защищал ребёнка от травм. Кузя получил дополнительную порцию вкусного корма и право на более тесное общение с ребёнком. Всё-таки права была девочка в парке, коты приносят счастье в дом и защищают своих хозяев. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания!